Отделение реабилитации Владивостокской клинической больницы номер 4 Дальзаводской уже год помогает жителям Владивостока и всего Приморья восстановить здоровье после тяжелых заболеваний и операций. Чтобы пройти амбулаторное или стационарное лечение, необходимо только направление лечащего врача. Пациенты могут проходить как после травм, так и после хирургических вмешательств, так же после нейрохирургических вмешательств. Чаще всего это пациенты после перенесенного ОНМК. Проходит реабилитацию. Большая часть после инсультов. После таких операций, как эндопротезирование коленного сустава, например. То есть это пациенты, которые находились на лечении, получили после оперативного вмешательства в нейрохирургическом отделении. Такие пациенты, как в травматологическом отделении после перелома. Попадая в отделение реабилитации, многие пациенты буквально заново учатся двигаться, разговаривать, разрабатывать мелкую моторику и другие утраченные вследствие болезни функции. Эффективное восстановление возможно благодаря системной комплексной работе специалистов. Врачи-реабилитологов, логопедов, инструкторов, ЛФК, психологов, реабилитационных медсестер. Лидия Ивановна перенесла ишемический инсульт, но благодаря современным реабилитационным техникам активно идет на поправку. Я сейчас на второй курс легла. Довольна даже очень. У меня вообще ничего не действовало. Я никогда не думала, что хоть зашевелится рука. А через сколько вы почувствовали этот результат? Ну, после первого курса я уже ходила. Мы переводим на третий этап реабилитации в наш центре медицинской реабилитации достаточно таких тяжелых пациентов, которые за 2-3 недели, работая с врачом лечебной физкультуры, с инструкторами, с физиотерапевтом, в принципе, некоторые уезжают уже просто на сидячей каталке, на кресле, которые до этого были просто лежачи и совершенно себя не обслуживали. В арсенале специалистов современные тренажеры и аппараты, позволяющие эффективно восстанавливать двигательные и когнитивные функции. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа. Длительность восстановительного курса от 10 до 30 дней. Повторять их можно по необходимости. Фактически у всех заболеваний, которые только есть, есть реабилитационный потенциал, который заключается в том или ином, как уменьшение одышки, увеличение толерантности к физической нагрузке, ну или просто улучшение качества жизни. Пройти восстановительное лечение ВКБ номер 4 может любой житель Приморья по номерному направлению. В Приморье для медицинской реабилитации пациентов оснащено 24 отделения. Медицинская реабилитация развивается в Приморье в рамках нацпроекта здравоохранения. За прошлый год такой вид помощи по полису ОМС получили почти 13 тысяч человек. Глава региона отмечает, что реабилитационную помощь планируется развивать и на других территориях края. Сейчас мы во всех крупных городах, центральных районных больницах будем развивать подобную помощь. Где-то открывать комнаты, а где-то целые отделения, закупать необходимое оборудование. Потому что для последствий сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, восстановление имеет огромное значение.